И вот в мире действуют два аттрактора. Аттрактор небытия, зовущий нас в бездну, в ничтоидности, в эту гиблую воронку. Несомненно, что с этим аттрактором связано как-то прямо или косвенно тонадофилие, влечение к смерти. И другой конкурирующий аттрактор, аттрактор бытия. Аттрактор бытия. И вот здесь я формулирую следующие голосовские принципы. Первое. Идея хочет быть. Почему-то она хочет быть. Почему-то вот идеям надо воплощаться, кладотовым идеям. Но почему им не оставаться вечности, с чистыми, бесплодными? Вот им надо лезть в материю, в грубую материю, инертную материю. Им надо материзоваться, эту материю утончать, высветлять, делать все более и более приспособлено для того, чтобы эта материя могла адекватно воплощать их вечные идеи. Бытия хочет быть. Первое. Второе. Для того, чтобы быть, нужно организовываться. Тебя со всех сторон окружает хаос. Тебя со всех сторон поступает небытие. И ты должен, ты обязан, обязан выстоять при натиске небытия. Выдержать этот натиск. Что крайне трудно. Поэтому ты должен структурироваться. Ты должен создать порядок и этот порядок закрепить. Поэтому я ввожу в своих философских работах понятие воля к бытию. Таинственная воля. И сейчас, смотрите, вот это моя формула. Бытие хочет быть. Первое. Второе. Для того, чтобы быть, бытие должно организовываться. И третье. Организация всегда ведет к красоте. Порядок прекрасен, беспорядок нет. Для того, чтобы быть, надо быть красивым. Вот тут начинается эстетика. Я послал так, что если говорить о Боге, то Богом надо назвать вот эту волю к бытию. Вот то, что я сейчас говорю, это самое фундаментальное. Самое глубокое, о чем вообще только может говорить человек. Это тайная тайн. Почему мир есть? Почему есть что, а не ничто? Как говорил Хайнеггер, да? Ведь легче не быть. Ничто не требует никакого обеспечения для себя, энергетического, информационного. Ну вот, отсюда и влечение к небытию, потому что это легко и просто не быть. А быть трудно. Иногда мучительно трудно. Можно говорить о муке бытия. Здесь вот начинается инерциальная философия. Бытие трагично, но бытие прекрасно. И мы можем сказать, что есть вот такая лестница бытия. Иерархия бытия. От ступени к ступени мы все больше и больше повышаем уровень организованности. Все больше и больше прядущимся. И мы сдерживаем руссантропию, мы останавливаем повознение хаоса, мы бытийствуем. Мне нравится это слово «бытийствовать». Это прекрасно. Так вот синергетика, она как раз и показывает, как бытие самоорганизуется для того, чтобы противостоять небытию. И поэтому для меня синергетика – это моя религия. Это не значит, что я отхожу от христианства, я и могу христианство интерпретировать в терминах синергетики, если я это хочу сделать. Вот это главное. Главное. Выбрать бытие. Предпочесть бытие. И это действительно правильное понимание Бога, правильное понимание Его места в мире. Хотя, конечно же, вот эта воля «быть» не связана с каким-то высшим разумом. Это нечто антологически даже более фундаментальное, чем разум. Хотя мы считаем, что Бог после чего разумный. Но ведь разум – это результат эволюции. И вот почему я, скажем, почему я все-таки человек нерелигиозный. Когда мне говорят, что изначально существует высший разум, это противоречит логике эволюции. Высший разум может существовать в космосе, но этот разум является продуктом эволюции. Эволюция, которая, может, где-то уже завершилась, но оставила вот этот след. Оставила этот свой продукт. Высший разум. Но вот вводить вас в лативное изначальное существование какого-то великого разума – это так же наивно, как, скажем, со стороны материалистов говорить о том, что вечно существует материя. Вот здесь религия и материализм смыкаются. И это одинаково скучно, одинаково неинтересное решение. Итак, есть воля «быть». И, в общем-то, эта воля «быть» запускает эволюцию. И в результате эволюции может быть рождение Бога. И Бог может где-то творить миры уже по законам религии, но за этим Богом стоит эволюция. Вот так можно принять последовательность узловых событий в истории бытия. Хорошо. Давайте сейчас посмотрим на сенергетику с тех позиций, которые связаны с обществом. Вот с нашими упованиями на то, что когда-нибудь на земле будет нормальная жизнь. Я хочу здесь вспомнить имя Петра Алексеевича Кропоткина. Этого человека я боготворю. Ну, во-первых, за то, что он разгадал тайны северного ландшафта. Здесь в Карелии работая, он показал, что наш ландшафт имеет ледниковую природу. Заворвал ледников. Второе. Я люблю его как эволюциониста, который поспорил с Дарвину, утверждая, что в основе эволюции лежит не борьба за существование, а взаимная помощь. Очень красивая этическая система у него. И третье, самое главное, он был анархистом. Он был анархистом. Русский анархизм — это великое обретение на сфера. Мы должны гордиться, что у нас было два гения. Михаил Александрович Баконин и Викторий Алексеевич Кропоткин. Анархия — мать порядка. Это совершенно точно сказано. Будущее принадлежит анархизму. Я русский анархист. Давайте сейчас вдумаемся о концепции анархизма. Откуда это идет? Ну, конечно, прежде всего, понятие анархизма мы должны сопоставить с понятием самоуправления. Новгородская Веча. Давайте посмотрим на него с позиции с энергетикой. Очень много написано о Вече того, что не отвечает исторической действительности. Вот наши декабристы, они были романтиками, они считали, что как раз Веча — это и есть парламент почти что западного образца, что Новгород — это в общем-то демократическая республика, самоуправляемая народным собранием. Вы знаете, на самом деле все было гораздо сложнее. Вот сейчас появляются исследования очень интересные, исследования опирающиеся на текстуальный материал, на летописи, и все выглядит иначе. Веча не было парламента. Парламент — это что? Это некоторая машина, ну, пускай она выбрана демократически, но там, как уже осозревшийся парламент, машина, где цивилизованным образом обсуждаются какие-то законы, дают какие-то рекомендации, что-то принимается, что-то отрицается, что-то поощряется, что-то осуждается. Вы знаете, я давно чувствовал, что Веча — это что-то другое, да, совсем другое. Веча, Веча, главная для Вечи — это спонтанность. Создается структура, социальная структура, которая делает легитимным, легитимным, стихийное выступление народа. Обычно государство пресекает эти выступления, видит здесь источник возмущения, источник опасности для самого себя. Вот Новгород прекрасен тем, Новгород вообще — наше северное народоправство. Тут надо говорить и про Псков, и про Вятку. Вот три северного города. Новгород, Псков и Вятка. Что такое Новгород? Давайте с вами сейчас попробуем войти во внутреннюю жизнь Новгорода. Это для нас тем более важно, что мы принадлежим Новгородской Петине. И то, что было в Новгороде, было вот здесь, вот на этой земле. Есть управление, линейное управление, скажем так, управление со стороны князя. Да, князь вообще-то не имеет наследственной власти. Это должность выбранная. Но не обязательно народ выбирает князя. Князя могут поставить из какого-то другого города, скажем, из Киева, а потом из Москвы стали князеем. Вот. Но самое главное, что деятельность князя контролируется народом. И этот контроль, он стихия. Он стихия. Так. Вы понимаете, в чем дело? Народ может стихийно выступить с какой-то позитивной программы, так, но потребовать введения какого-то налога или отмены его. Народ может выступить с негативной программы, потребовать отмены чего-то. Народ будет что-то отрицать. И вот участие масс в управлении государством, участие какое? Еще раз повторяю, непланомерное. Совсем не такое, какое мы видим при парламентском управлении. А вот каждый человек, он вносит свою лепту в жизнь государства. Каждый человек принимает участие в этом управлении, но еще раз повторяю, это управление не есть что-то линейное, что-то сопрограммированное, что-то легитимное, оправданное. Это стихия. И эта стихия всегда работала очень точно. Ноград пресекал коррупцию. Это невозможно было в Нограде. Это установка на честность. Была там категорическим императивом. Ноград был очень щедрым городом. Городом, который никогда не жался. И сколько в Нограде мы знаем в текстах, где осуждается скупость, скупердяйство. Это уникальный опыт. Даже я в своей книжке о Нограде еще этого не коснулся. Это отдельная тема. Дух свободы на русском севере. Вече. Возможность народа участвовать в чем? В самоконтроле жизни государства. В самоконтроле. Ну попробуй ты здесь что-нибудь вякнуть против власти. Тебя сразу осадят. Правильно? Да. Вот это описано опыт. Вече это синергетическая, неравновесная масса народа, но действующая так, что стихия ведет к оптимальным социальным решениям. Чем больше элементов внутри Нече, тем лучше. и здесь нету разнобоя. Ну он может быть, это нормальная противоречия, диалог, дискуссия, но результат, это конечный результат, это результат унисонный. Унисон. Или то, что мы называем когерентностью. Когда разноголосится, вдруг превращается в симфонию. Там много голосов, но все они звучат симфонически. Это потрясающая вещь. И вот знаете что, плевать мне на западный парламент, дайте мне новгородская вещь. Это то, что нужно миру. И вот именно из новгородской вещи вырастает настоящая, подлинная демократия. И нам нужно вернуть эту культуру, великую культуру народного счастья в жизни. Это начало анархизма. Новгород это город анархический. Это город, который достиг великих успехов. Город, который, в общем-то, знаете, без кубернатора не было бы Москвы, которая его подавила. А Москве взяла вверх другая идеология. линейная, авторитарная, подавляющая масса. Пошли тюрьмы, пошли астроги, пошел сыск. И кончился это чем? ЧК, КГБ, ФСБ. Вот финал этой московской линии. Вот. Я возвращаюсь к Петру Алексеевичу Кропоткину. Работка был убежден, что, в общем-то, функции государства могут быть минимизированы. Минимизированы, так. И, в общем-то, главное, это самоуправление. Самоуправление. Русский в северном плане дает колоссальный материал, колоссальный опыт. Наша северная община, они были самоуправляемыми. Наша северная община, они были зеркалами Святой Троицы. Там никто не запрещал иметь частную собственность. Но сейчас собственность как-то синергетически вписывалась в общий котел. Этот общий котел кипело давал навар для всех. Потрясающая здесь была экономика. Но, вы поймите, где вы увидите, чтобы крестьяне, мужики, строили такие вещи, какие же. Или ансамбли на реке Анега, Турчансова, Чекуева. Это грандиозные сооружения. Кубоватая церковь, Шатровая церковь, колокольня. Это же громадные средства. Никто не помогает это делать. Из своего кармана люди эти средства находят и такое чудо выстыкают. Это свидетельство экономической свободы. Это свидетельство ваганства. И все это на основе самоправления. Как только Москва ссорила свой нос, начиналась нищета. Как только спускали разнарядки, деревни пустили. русский анархизм это антипод авторитаризма. У нас всегда была очень сильна авторитарная традиция, авторитарная тенденция. Это наша трагедия. И сегодня эта тенденция набирает обороты. Это очень опасно. Я думаю, что можно сказать так. Русский анархизм это предельство социальной синергетики. Русский анархизм. И это конечно предмет нашей гордости. Меньше рекомендаций спускаемых сверху, больше спонтанного творчества. Хорошо. Теперь я очень рад как хочу охарактеризовать некоторые удивительные синергетические эффекты. Почему я люблю синергетику? Что она мне дает в плане даже утешения? Будьте внимательны сейчас. В середине 19 века был сформулирован так называемый второй закон термодинамики. Согласно которому в любой системе растет энтропия. Энтропия это мира хаоса. Мира неорганизованности. Вы нагрели кирпич, вложили туда энергию, кирпич будет остывать и это рассеяние тепла является необратимым. Вы уже обратно не загоните тепло в кирпич, надо его снова подогревать. Это выложение энергии в землю. А вот сам по себе он не нагреется. термодинамика это наука о необратимых процессах. Вот на плане терминамика родственная синергетика. Но терминамика на чем заканчивается? Вот энтропия достигла максимума, все остыло, все подвелось деструкс, и конец мира. Отсюда знаменитая гипотеза тепловой смерти в Сене. Хорошо. В общем-то вы знаете, где-то наше положение скажем 1989-1990 году оно приближалось к минимуму порядка к максимуму энтропии. Вспомните пустые прилавки, вспомните вот эту атмосферу безнадежности. Я просто даю вам некоторый фон. Все-таки мы выскочили вот из этого ужасного состояния мы выскочили, да? Как это вырвались из этих тисков в энтропии. Что я хочу сказать. Вот энтропия. Буквально это падение. Вот мы упали на дно. Там на дне полная нивилировка. Что нивилировка? Нивилировка это когда нет различия. Различие это основа чего? И информации и энергии. Там где нет различия, где нет перепадов, нет ни сообщений, нет никаких импульсов энергетических. Это не бытие, это смерть. Так энергетика показывает, что даже в этом энтропийном состоянии могут начаться процессы самоорганизации, которые поднимут тебя наверх и из этого состояния они тебя выведут в террористические процессы. То есть нет безнадежности. Нет безнадежности. Нет тепловой смерти вселенной. Я вам скажу вот так. То, что я называю эффект на Мюнхгаузе. Но сейчас это очень я вел этот принцип и он сейчас как-то получил поддержку. Но вспомните легенду Мюнхгауза. Мюнхгаузен оказался в болоте, он тонет и он вытягивает себя за волосы. Но это анекдот, это юмор. Такое невозможно. Потому что конечно в макрофизике это невозможно. Ведь что такое вытянуть себя из болота? Это нужен рычаг. Закон архивенды. Правильно? Это нужен рычаг. То есть нужна какая-то внешняя точка, ты в нее уперся и ты поднимаешь тон ночевимый хаос. Здесь нет рычага. Но я что хочу сказать? Почему я этот образ использую? Среди показывают, что в определенных условиях можно поднять себя за волосы из болота. Понимаете меня? за счет выработки каких-то внутренних импульсов, которые не могут понять из позиции классической науки. Это аффект энергетический. Нет рычага, но ты создаешь что-то эквивалентное рычагу внутри самого себя и происходит это чудо. Мэнхаус нарушает закон сохранения. Несомненно. Те закон сохранения, которые формулируются классической механикой. я скажу вам следующее. Конечно, вот так буквально этот пример не надо понимать. Мэнхаус на себя реально молоте за волосы не вытащить. Надо понимать это образно. Надо понимать, хотя он может и себя даже вытянуть при очень сложном и тонком стечении обстоятельств. Здесь меняется не только физика, меняется сама антология мира. Это чудо. Синергетика объясняет, что такое чудо. Так вот, нет безнадежности. Поэтому я очень люблю Синергетику, что все, мы зашли в тупик. Беспросветно все. Нет, нет, есть просвет, есть надежда. Нужно раскачать систему, нужно запустить адрактор. Народ обманутый, обворованный, у него плачались руки, он бездеятельен, он неважно не верит, он спивается. А что такое алкоголизм? Это есть анатофилия, это есть аттрактор небытия, этот аттрактор у нас сознательно усиливается. Я не знаю, какие здесь силы за этим стоят. И вдруг появляется чудак Максим Ивзимов. Аттрактор, да? И вдруг общество зажевелилось, да? У людей глаза открываются пьяные, да? Что мы до чего мы дошли? Да ручки дошли, да сколько можно терпеть? И начинается подъем, начинается возрождение. Вы понимаете, да? Вот синергетика самое оптимистическое мировоззрение. Вот это здорово, это прекрасно, да? Вот я возвращаюсь к пониманию по тракторе. Вот трактор это источник сигналов. Таким трактором может быть каждый из вас. Каждый человек способен изменить мир. В этом плане обратите внимание на мою книжку о дейсизме. Вот великим синергетиком был Лау Цзин. Он как говорил, да? Что в общем-то знаете, не нужно государством управлять. Мудрый тот правитель, который не управляет государством, да? И он говорил, что слабое сильнее сильного. Это мягкое, сильнее твердого. Как надо понимать? Вот аттрактор, да? Слабенький, слабенький сигнальчик. Вокруг много сигналов резких, громких. Этот слабенький. Но у этого сигнала есть преимущество. Этот сигнал, он настроен в унисон волне бытия. Понимаете, да? Вот этот сигнал, он спасительный сигнал. И вдруг к этому сигналу начинает подтягиваться, подтягиваться, и все другие аттракторы уже блокированы, все они бессильны. И этот аттрактор преображает мир. Преображает мир. Это замечательно, это чудесно. И я на это уповаю, что у нас в России появится такой аттрактор. У нас таким аттрактором являются политические деятели. Появляются великие политики, он род аттрактор. Я недолюбливаю Владимира Ленина, но то, что эта личность была аттрактивной, и то, что в ней вообще был таким аттрактором был Петр Первый, несомненно. Но в общем-то у нас в России было мало аттракторов. Иван Грозный при всех своих негативах был аттрактором, но аттрактором очень двойственным. Он работал и на бытие, и на небытие. К сожалению, очень редко в России приходят класть люди гениальные. Но это характерно и для других стран. Такие вот великие президенты в США тоже ведь не на каждом шагу встречаются. Я считаю, что, конечно, гениальным президентом был Рейган, который мощнейшим образом преобразил и американскую экономику, и вообще структуру ноосферы. Ярчайший человек. Есть такое понятие рейгономика. Вот он был наставлен настоящий аттрактор. А потом были люди довольно посредственные. Возьмите хотя бы того же самого Картера. Человек приятный, хороший, но это же никакой не аттрактор. И Билл Клинтон не аттрактор, и Джордж Буш не аттрактор, и старший Джордж Буш, и младший Буш. Это редкость. Вот когда появляется человек, который меняет образ страны. Вот в России такого человека мог быть столы. не дала ему судьба раскрыться. В России не было аттракторов в последнее время. Ну, что, Андропов фигура крайне мрачная, Брежнев вообще негативная фигура, Михаил Сергеевич Горобачев, ну, аттрактором была его жена Раиса Максимовна. Замечательно, что впервые русская женщина влияла на политику. Все лучшее, что было достигнуто во время перестройки, шло через нее. И свобода, и кооперативы. Вот, видите, супружеская пара, где ведущая роль принадлежала женщине. Когда-нибудь будут писать книги. Роль Раиса Максимовна очень не разогрована. Ельцин, несомненно, фигура аттрактивна, но в плане только негативном, в плане разрушительном. Как зритель он себя показал Леонид Ильич Путин на этом плане вообще не бизнес-энергетику. Леонид Ильич Путин. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но это энтропия. Понимаете, да? Энтропия очень устойчивая, не минимальная, нет, нет, не максимальная, такая средняя энтропия. Что-то теплится. И хорошо. Даже немножечко агоникан добавляется. Это палеотивы, да? Вот России очень не хватает яркой личности сегодня. Яркой личности, которая бы вот так вспыхнула, да? И мир преобразила. Мне кажется, что вот на эту роль вполне подходит Владимир Буковский. Я слышал, что он выдвигается на роль президента, но мы об этом поговорим отдельно, отдельно, да? Может быть, я ошибаюсь в своих прогнозах, но я вот чувствую, что вот на безрыбье нынешнем он не рак, он лучше рака, вот об этом поговорим. Так вот, как происходит цивилизм чудо? Есть такое понятие в синергетике режим с обострением, очень сильное понятие. Знаете, что такое режим с обострением? Это как бы обвал, но обвал позитивный. Вот хорошие стихи Паула Ишвили в переводе Пастернака. Не я пишу стихи, они как повесть пишут меня и жизнеход сопровождают их. Что стих? Обвал снегов дохнет и с места сдышит и заживо схоронит. Вот что стих, да? Вот это, знаете, вот это стихия самоорганизации, которая тебя захватывает, как этот снежный обвал, но этот обвал организует стропику, организует ритмику, организует музыку, это прекрасно. Режим сопострения это когда деньги любят деньгам. Вот бывает такое на рынках, да? Выложил рубль и получил миллион. Нарастание, быстрая реакция. Любой творческий процесс это режим сопострения. Вот я вчера написал венок Сонетов, подожденный Буковскому, да? Один день, хороший аттрактор, заработала система внутри меня и вышло все вот так, о! Смираль раскрутилась одним махом. Я бы выдохнул от себя этот венок. Это творчество страсти трагетично. Так вот, нашей стране очень нужен режим сопострения. Для этого надо создать условия. Можно, можно. Вот, читайте мою газету президентскую, я никогда не буду президентом России. И вообще нет у меня убийств. Если я что-то сейчас скажу, так поправьте меня, что меня занесло, да? мне кажется, что я бы мог запустить механизм игровой в России, может, я ошибаюсь, простите меня, который бы этот режим сопострения обеспечил. Прошло 18 лет после августа, нет, 16 лет, после революции 1991 года. 16 лет, это огромный период. За этот период страны, которые пришли к полному упадку, вот видите, Германия, после войны, они вообще стали великими державами. Мы по-прежнему нищая страна, живущая на нищенной игле. У нас просветает коррупция. Коррупция – это социальный рак. Эта коррупция захватила все уровни власти. У нас нет никаких серьезных успехов, понимаете, да? То, что у нас есть позитивное, это затихнуто за счет не самоорганизации, а за счет распыления природного богатства. Это главный наш источник. У нас нет социального творчества. Это самое страшное. Самое страшное. Особенно последние семь лет они наиболее энтропийные, наиболее тусклые. Да, поражается зарплата, да, конечно, уже нет того, что было, скажем, в самые кризисные моменты. Но это не прогресс. Вот нужно, чтобы появился аттрактор, который запустил в стране режим сопострения. Надо толповать. И тогда, вы знаете, если этот режим заработает один-два года, и страна другая. Вот надо научиться вести эти синергетические игры, и тогда все будет хорошо. Это больше я хочу сказать по поводу режима сопострения. Дальше, дальше. Я люблю энергетику потому, что она вводит в картина мира будущее. Будущее. Оно есть или нет его? Для классической пройдет будущее есть нуль. Причина есть как работает? Вот настоящее детермирует прошлое, настоящее детермирует будущее. Ну да, будущее можно предсказать, но в общем-то его нет. Синергетика показывает, что будущее существует как некоторая модель, как некоторая цель. И будущее влияет на настоящее. Есть обратная связь между будущим настоящим. Что такое аттрактор? Аттрактор это где-то цель. Что такое цель? Это возможность. Возможность реальная. Вот работает аттрактор спасения России. Он в будущем существует надо на него выйти. Даже будущее оно есть. Вот в этом позитивном варианте. Но есть и другой вариант. Есть вариант фашизации России. И когда во главе страны становится бездарный человек имеющий авторитарные склонности то свою неудачу покрывает фашизация. Это общий закон всех обществ. Есть такой аттрактор он тоже реальный как будущее. Будущее поливарианно. Вот надо уметь это будущее высветить прощепать его так и выходить на оптимальный аттрактор. Этими должны заниматься политические деятели. У него должна быть синергетическая интуиция синергетическое будущее. Понимаете меня? Это очень реально. То что я говорю это крайне конкретно. Надо искать связь с будущим. Ну и последнее что хочу сказать что конечно же синергетика это философия творчества. И я в заключение вспомню нашего великого русского Кабашина Раскрябина Александра Николаевича. Вот он говорил так можно спасти мир. Как это делал Орофей. Помните Орофей играет и поет и мир преображается благодаря его игре и его пению. Орфическая сила искусства мы говорим. Есть такое понятие орфическая сила искусства и есть такое понятие орфизм. Но что такое игра на лире? Вот у него была лира главным его инструментом преобразования мира. Лира это что? Это аттрактор. Лира сигналы излучает. звуки и эти звуки обладают организующей силой. Это информация. Энергии там мало. Но что такое струны? И вдруг скалы начинают передвигаться. И деревья движутся за орфеем. И буря останавливается. и эвредика воскресает ее может вернуть из Заида. Это все делается силой искусства, которая аттрактивна. Так вот Александр Николаевич Скрайбин, мы же ему специальную лекцию посвятим, он говорил о том, что можно спасти мир через искусство. И он мечтал написать мистерию, исполнение которой станет преображением христианского смысла слова. Мир будет переброшен из режима времени в режим вечности. Так вот мистерия скрайбина это и есть аттрактор. Артифический аттрактор. И скажем, то, что делаю я, это вклад в эту мистерию. Любому моему вену санетов это аттрактор. Любому моему вену санетов содержит в себе некую пружину синергетическую, которая может человека раскачать. И человек, который умеет пользоваться этой технологией, знает ключ к вену санетов, он почувствует приток энергии, приток сил. Вот такова картина мира с позиции синергетики. Мир нелинейен, мир нестационарен, мир неустойчив. В этом мире имеется полное антологическое обеспечение свободы. В этом мире действует воля к бытию. Эта воля результативна на плане эстетическом. Красота антиэнтропийна. Красота бытийна. Хочешь быть, твори красоту. Красота поможет тебе удержаться на верности бытия и не склынуть в черную воронку небытия. Конечно, серверика прекрасна тем, что она романтична. Линейные прогнозы. Когда общество полумертвое, когда общество машинное, то линейные прогнозы возможны. Ну вот, скажем так, у нас президент будет выбираться. По линейным прогнозам должен победить или Медведев, или Иванов. Оба мне неинтересны. Если это произойдет, это знак того, что наше общество не живое общество. Так. Все предзадано, все предвычислено. Заранее выбраны кандидаты, преемники. Выборы эффективны, выборы не синергетичны. Если общество живое, то в живом обществе возможно ситуация, когда прогноз невозможно. Это лучше всего. синергетика. говорит синергетика по отношению к системам, которые синергетичны. Синергетичны, да? В этих системах вероятно самое невероятное. В этих системах надо ждать неожиданного. Понимаете, меня? Вот готовность к неожиданному, готовность к непредсказуемому. Это самое острое, пикантное состояние для нашего духа. Я бы хотел, чтобы выборы наши прошли по синергетической схеме. И чтобы линейные прогнозы провалились. Это будет победой жизненно от нежизнью, бытием над непытием. Потому что авторитарный линейный режим он режим тонатофильный, он ведет к смерти. Это неминуемо, да? Но случится это или нет, я не могу предсказывать. Это проблематично. По крайней мере, я на это уповаю. Итак, я люблю синергетику. Я синергетики служу. Вот. Давайте я с вами в заключение прочитаю, скажем, три последних абзаца своей статьи. Вот. Четыре абзаца статьи, которые я недавно написал. Нелинейность бытия коррелирует с духом свободы. Непредсказуемость, непросматриваемость, непредугадываемость. Ждали ли мы раньше от будущего этих качеств? Ожидать неожиданное и предвидеть непредвидимое? Вот чем учится энергетика? Главное в аттракторе сила от захвата. Аттрактор любви здесь не знает себе равных. Плодон именно Эрос поднимает человека по лестнице идей на самую вершину. Там влюбленность изразить прекрасно, как таковое. Это боги восхождения. Аттрактор небытийной нирваны и аттрактор сверхбытийного преображения. Какой путь выберет наша анасфера? Это фундаментальный выбор. Очень возможно, что в других вселенных победил негативный аттрактор и они склынули прорву ничто. Выйти на софийный аттрактор. Вот задача стоящей перед ноосферой. Попытка создания такого аттрактора была мистер скрямина. Артифическая сила искусства способна спасти и превратить мир. Вот предельная задача культуры. Это конечно задача синергетическая. Дорогие друзья, на этом я позволю закончить. Первое. Актериевская революция